Первые карты памяти CompactFlash были разработаны и представлены корпорацией SunBus в 1994 году. Это событие стало весьма значительным для всей профессиональной компьютерной общительности того времени, а также порадовала целый класс пиферных устройств. Для обеспечения широкой поддержки в 1995 году была основана осуществляция производителей CompactFlash Association, которая рассчитывает в своих рядах более 180 компаний. Еще совсем недавно CompactFlash карты и поддерживающие их устройства преобладали. Доля рынка данного формата составляла 70-80%. И сегодня CompactFlash еще имеет свою нишу и неплохую сферу применения. В основном благодаря пользователям за продукт фотоаппарата по сухому классу. Среди зеркальных фотоаппаратов новые модели редко оказываются партнерами лучшими, не очень старые, которые способны сохранять свою актуальность на углу. Существует несколько спецификаций стандарта. CompactFlash Type 1, CompactFlash Type 2. Получается увеличенной емкостью до 52 ГБ, но и больше толщиной до 5 мм. Скорость чтения увеличилась до 1,5 МБ в секунду. Скорость записи до 3 МБ в секунду. CompactFlash 2.0 или CF+, скорость чтения 8 ГБ в секунду. Скорость записи 6,6 МБ в секунду. И CompactFlash 3.0. Поддержка режимов UDMI 33 и UDMI 56. Скорость чтения 56 МБ в секунду. Размеры CompactFlash для 11 года в прошлом веке были потрясающие малые при весе чуть больше 6 грамм. На фоне неумолимой миниатюризации цифровых 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 21 веков, габаритку в секунду неприемлемой для многих современных вещей. Но и в этом есть свои плюсы. Этим партам проще даются большие емкости. Не надо ждать появления более неотерных украшений, ведь большой корпус вмещается и в большей количестве. Разводители карт-памяти CompactFlash утверждают, что карта может работать по полустрове. Ему можно ронять с высоты более 3 метров на бетонной посуде, и с ней при этом ничего не случится. Продолжение следует...